сегодня я вам расскажу не просто про бмв x6 g6 кузове которая у нас уже на сегодняшний является дорестайлингом но мы покажем как можно сделать ваш автомобиль абсолютно уникальным сделать конкретно под вас так как вам нравится и при этом добавить ему эксклюзивности чтобы выделить его среди остального потока автомобилей у нас на дорогах общего пользования с вами компания про тюнинг меня зовут игорь и мы рассмотрим наш индивидуальный проект это визитная карточка нашего тюнинг ателье автомобиль который был сделан просто от и до в компании про тюнинг поэтому поехали посмотрим что это такое и Субтитры сделал DimaTorzok В салоне сразу ощущаются признаки хорошей комплектации У нас здесь присутствует большое количество элементов отделки из настоящего карбона На центральной консоли, на дверных картах, на парпризе такая очень большая массивная карбоновая вставка идет Показывает нам, что это мало того, что богатая комплектация, так еще и пристрастие этой машины к автоспорту Помимо карбона у нас здесь каждый элемент абсолютно отделан из гладкой кожи напа Как на дверных картах, как на парпризе Потолок был перешит в валькантару натуральную И тут у нас как раз таки сверху еще и видно панораму На крыше, ну в общем в идеальный солнечный день Можно наслаждаться вот этим вот видом над вашей головой Ну и как бы это добавляет еще больше пространства в салоне автомобиля Визуально, ну как бы больше воздуха у вас получается Вам легче здесь находиться Всю эту красоту мы еще дополнили в нашем тюнинг ателье Про тюнинг на российской 313 Мы переделали здесь руль Помимо того, что он был просто перешит Мы здесь поменяли еще и анатомию самого руля Для более удобного хвата Он у нас стал чуть-чуть потолще Появились специальные выемки под хват руки, под пальцы Чтобы было удобно держаться Снизу добавили вот такие вот косточки массивные Ну и естественно все это перешито По бокам у нас перфорированная кожа И сверху снизу гладкая напа Прошито это все BMW триколором трехцветным Как у M логотипа Сверху нулевая метка из алькантары Сделали ее в графитовом цвете Чтобы она не сильно выделялась Потому что я думаю вы видели, что автомобиль весь у нас сделан очень строго Машина вся в серых тонах, в черных Очень сдержанно, со стилем, со вкусом И здесь как раз таки хотелось это все дополнить Ну и на самом руле вместо заводской вставки Из серебристого матового пластика Была доустановлена вставка из карбона Он тоже здесь настоящий Дополняет как раз таки все эти элементы Которые у нас есть по салону автомобиля Подчеркивает все это Ну и опять же это все смотрится целостно Не выделяется из общей картины И за рулем у нас тоже доустановлены Карбоновые переключатели передач Лепестки так называемые В общем сделано все очень классно Еще из элементов богатой комплектации У нас здесь присутствует LED приборка В принципе все на ней у нас понятно Она может менять дизайн в зависимости от выбранного режима езды То есть допустим в спорте Она будет уже по другому выглядеть И тут же у нас показывается как раз таки информация с радаров Машина понимает дорожную ситуацию Что у нас творится вокруг Какой автомобиль находится Либо не находится у нас машина перед нами Машина считывает дорожные знаки И проецирует все это на проекцию На лобовое стекло Очень удобно В городе сразу понятно где какое ограничение Чтобы не нарушать И еще одним элементом хорошей комплектации У нас идет музыка Бауэрсон выкнется Это максимальная музыка Которая может стоять в x6 Качество звучания Ну на камеру к сожалению Это все не передать Но вживую я думаю это одна из лучших музыкальных систем Которая в принципе устанавливается в автомобиле на сегодняшний день Вообще x6 на самом деле очень универсальный автомобиль Я думаю ну в принципе это наверное ни для кого не новость Понятное дело что машина у нас Ну то есть мы берем в расчет конкретно нашу версию М50i Это достаточно большой вместительный кроссовер У нас большой багажник Здесь может вместиться много людей С абсолютным комфортом ехать Куда-нибудь далеко и не только То есть допустим человек у нас Основной покупатель этой машины семейный Либо тот кому необходимо очень часто передвигаться С большим количеством людей в салоне Помимо этого Когда вы всех высадили Допустим детей отвезли на учебу Либо в садик Жену отвезли по делам Далее вы остаетесь один на один с этой машиной И тут уже у вас Вы вспоминаете Что у вас под капотом 530 лошадиных сил Такой же мотор как в X6, X5, M И вы можете по полной уже развлечься Как вам удобно Это наверное самый идеальный сценарий использования То что все хотят в своем автомобиле получить Именно универсальность То есть у вас есть и комфорт Там сидение с массажем С ломающимися спинками Подстаканники с подогревом И с ухлажнением в напитках И при этом вы не теряете в скорости И получении эмоций Драйва от вождения Итак, начнем с того Что мне нравится В X6 в этом поколении Во-первых То что машина максимально универсальна Про что я уже собственно и говорил И в чем заключается эта универсальность А в том что вы можете ее сделать Абсолютно как вам угодно Под себя Это касается не только внешнего тюнинга Какого существует На самом деле огромнейшее количество Не только ларты обвеса Допустим как установлены на этой машине И другие самые различные варианты Которые вам придутся по вкусу Все это доступно на эти модели машин На них уже есть большое количество решений И в общем в принципе все это что значит Это значит что машину покупают А покупают в больших количествах Только те автомобили Которые на самом деле Достойны внимания людей Потому что рынок всегда решает И люди в большом количестве Не могут покупать автомобили Которые просто не соответствуют Их требованиям Здесь же у нас все идеально Что сделано конкретно в этом автомобиле Как его кастомизировали Напоминаю что все было сделано В наших тюнинг ателье Про тюнинг на улице Российская 313 Установлен полный кит обвеса Larte Это максимальный комплект Который доступен на их 6 в кузове GINR6 Полностью карбоновый капот Это настоящий карбон Не ламинация Не наклейки Это именно то самое углеволокно Решетка радиатора Ее окантовка У нас тоже сделана полностью из карбона Передний сплиттер трехсоставной Очень сложная форма Интересная у нас сделана Тоже из карбона По бокам присутствуют Такие интересные очень маленькие шильдики Larte дизайн Которые скрыты у нас под лаком В этом карбоне То есть как бы прям слились этой деталью Накладки на крылья измененной формы С щитом, с эмблемой, логотипом Larte И накладки на зеркала В задней части у нас присутствует тоже несколько элементов Это спойлер в верхней части крышки багажника Тоже очень такой интересной формы Добавляет прям объема, агрессивности автомобилю Спойлер на нижней части крышки багажника И диффузор Самая моя любимая деталь этого обвеса Это диффузор Просто посмотрите, насколько сложные там формы Плюс эти вот стоп-сигналы вертикальные В общем, все очень вызывающе Люди на самом деле обращают внимание на эту машину Несмотря на то, что казалось бы, такая вот серая И особо так не пестрит яркими цветами Помимо эксклюзивного обвеса Larte Который здесь установлен Что мы еще добавили индивидуального в эту машину Это комплект колес 22 размера Индивидуальный заказ Кованные диски Собственный дизайн У нас здесь даже присутствует Парящая спица Которая не соприкасается от центральной части диска К его ободу Тоже очень интересное решение Достаточно сложное в производстве Сделать это так, чтобы оно работало на диске И жило долго Собственно, здесь это все и исполнено В принципе, у колес очень сложная форма И опять же, несмотря на то, что они просто у нас серого цвета Посмотрите, как они играют своими гранями И очень контрастный получается общий внешний вид у этих дисков За ними скрывается штатная тормозная система Это большие тормозные суппорта С перфорированным диском Тоже выделяются у нас из общей картинки по машине Переходим далее Машину мы заклеили в два слоя пленкой Первый слой, который лег у нас на кузов Это цветная пленка Виниловый Aracal Производства Германия Она у нас очень классно играет На всех гранях кузова Опять же, несмотря на то, что у нас просто, казалось бы, серый цвет Но можете обратить внимание, насколько из светлых оттенков в темные тона переходит цвет этой пленки В общем, выглядит очень классно И сверху, чтобы все это защитить Мы оклеили пленку в матовый прозрачный полиуретан Как вы знаете, полиуретан это единственный материал, который лучше всего защищает кузов Без искажения цвета и так далее В общем, его абсолютно не видно на кузове машины У нас машина теперь точно защищена от всех сколов, камушков, пескоструй Даже мелких ДТП, которые у нас иногда случаются При небольшой скорости на автомобилях Все это теперь точно будет защищено И пленка полиуретана у нас присутствует не только на виниле На цветной пленке на кузове А и на всех карбоновых элементах Ну, я думаю, вы обратили внимание, что у нас карбон прозрачный, глянцевый Здесь у нас тоже прозрачный глянцевый полиуретан На капоте, на сплитере, несмотря на его сложную форму Мы тоже его заклеили Решетка радиатора Даже задний диффузор Вот это вот его очень такая заковыристая форма В принципе, нам под силу В оклейке ее мы тоже полностью защитили В общем, каждый уголок просто этой машины Завернут аккуратно в пленку Все это сделано так, чтобы машина у нас ездила долго Сохраняла свой первозданный вид На протяжении тысячи, десятков, тысяч километров А теперь вопрос для самых внимательных Что не так с выхлопной системой на этом X6? Напишите в комментариях, а я вам дам немножко времени Только давайте честно Изначально с завода на X6 у нас выхлоп располагается горизонтально Две насадки зеркальные слева-справа Но в диффузоре Larte у нас, видите, сделаны насадки Под вертикальное расположение И над этим мы тоже поработали То есть это не просто какие-то фальш-насадки для вида Это прям функциональная вещь То есть из них выходят выхлопные газы Как с левой части, как с правой части Сверху, снизу Все равномерно Чтобы у нас все было по-правильному Без колхоза, так скажем Все сделали так, как оно и должно быть Потому что, ну, если бы у нас выходные газы выходили бы откуда-нибудь снизу Из-под диффузора Ну, было бы на самом деле не очень Тем более на такой машине, над которой прям Мы очень много работали Хотелось, чтобы каждый элемент у нас был проработан И сделан на высочайшем уровне Под капотом у нас находится самое интересное Это то, что объединяет этот X6 с X6M Его с самым мощным старшим собратом Это тот же самый V8 4.4 литра объемом Но немножко послабее 530 лошадиных сил Ну, тоже, да, странно, как бы звучит послабее Но на самом деле этой мощности будет вполне хватать Плюс еще у нас машина на удаленных катализаторах Отшита Звук у нас просто идеальный Вот сейчас как раз-таки можете немножко им насладиться И выдержу на такую небольшую паузу Чтобы понять, что же это такое настоящий V8 Ну, как я и говорил На X6 существует не только комплект обвеса Larte А огромное множество Самых разных производителей обвесов на эту машину Ну, не только на самом деле У нас большой опыт работы с этими машинами И не только с X6-ми Поэтому обращайтесь Мы сделаем абсолютно любой тюнинг Который вам только вздумается и пожелается На любую машину Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, перемещаемся под машину Во-первых, что здесь сразу заметно То, что у нас абсолютно все днище закрыто в защитных накладках Это большой плюс Потому что, если вы помните Мы смотрели на китайские автомобили некоторые И у нас такой радости не было К сожалению, да, был антикор Но физическая вот такая вот защита Это будет, наверное, самое лучшее решение Потому что через нее уже точно ничего не пройдет И даже в задней части здесь видны открытые полости Задний подрамник И на одним, как раз-таки, части кузова автомобиля Который тоже у нас в голом грунте Но за весь период эксплуатации автомобиля Сколько она уже проехала Ни намека даже на мелкий налет ржавчины Здесь абсолютно нет Как я и говорил, здесь у нас все защищено Бак находится, как раз-таки, под пластиковыми защитами Силовые провода, которые идут на аккумулятор в багажнике Тоже у нас глубоко спрятаны И точно до них ничего не доберется Но единственный момент, что здесь сразу заметно Открытые штекеры у нас здесь находятся Да, они не на линии, так сказать, атаке Да, вот все, пескостроя, грязи, воды и так далее Которое будет Но находятся в очень таком открытом месте Плюс у нас разъем особо не защищен От воздействий внешних, которые могут быть Я так понимаю, что это у нас датчик положения задней оси Справа, слева у нас два штекера открытых Ну, никакой проблемы в принципе При любом визите на ТО на обслуживание Нету в том, чтобы дополнительно изолировать эти датчики На будущее, так сказать, от греха подальше Чтобы у нас ничего не случилось с машиной Переходим далее Выхлопная трасса, как раз таки у нас идет здесь двойная Тут же видно небольшие следы Того, что был удален катализатор Я думаю, вы услышали этот прекрасный звук Как она прям очень классно рычит, отстреливает Все благодаря тому, что у нас здесь произошли изменения Тоже очень классная доработка Автомобиль должен не только выглядеть эффектно Но и производить дополнительные впечатления Своим агрессивным спортивным звуком И в передней части автомобиля тоже вопросов не возникает Все абсолютно закрыто у нас Отдельно под домкратники вынесены Чтобы можно было машину поднимать И отсюда же мы видим тормозную систему Ту самую, большой спортивный суппорт мощный И диск тормозной с перфорацией И что еще примечательно То, что у нас и спереди, и сзади идет подвеска многорычажная Что отлично сказывается на управляемости машины Но все-таки BMW это у нас машина для водителя Чтобы он получал максимальное впечатление И еще один мелкий нюанс То, что у нас здесь как раз таки установлен сплиттер Обвес Larte И как раз таки передний сплиттер Насколько он идеально стыкуется Не только снаружи машины, если смотреть Но даже вот из этого положения Мы смотрим, что у нас он просто идеально облегает Всю форму переднего бампера Ну, видно сразу подход Насколько относятся трепетно к работе инженера и мастера в Larte Сделано прямо на совести очень хорошо Конкретно на этой машине у нас установлена спереди и сзади Стандартная подвеска Это не пневмоподвеска Но все-таки это у нас заряженная мощная версия M50i И я думаю, можно немножечко пожертвовать комфортом Для того, чтобы машина у нас идеально рулилась в любых условиях И по поводу защиты, то, что я говорил У нас даже на задних рычагах есть по защитке пластиковой То есть абсолютно все, что у нас находится снизу автомобиля Полностью защищено от всех повреждений Не скажу, что это прям внедорожник, как его изначально позиционировала BMW Это все-таки больше кроссовер Потому что дорожный просвет у нас не такой большой Несмотря на то, что здесь все защищено Машина больше предназначена для езды по городу Итак, в этом автомобиле мы попытались сочетать все элементы таким образом Чтобы они просто идеально сочетались друг с другом Гармонировали на общем фоне автомобиля Продумана была на самом деле каждая мелочь Я думаю, вы обратили внимание, как мы поработали над всеми деталями, которые здесь преобразились Очень интересно узнать ваше мнение об этом автомобиле Что вы думаете, как вам этот проект Нам действительно важно знать мнение каждого, кто напишет комментарий под этим видео Естественно, обращайтесь в наши тюнинг-центры про тюнинг Мы сделаем абсолютно любые работы, которые вам вздумаются в самом лучшем виде И не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и писать комментарии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!